Продолжим сегодня тему про финансы, правильно? Был последний вопрос, насколько я помню, мы с тобой неделю не общались, я решила это обсудить, оставить на эфир. У нас, девочки, все рождается экспромтом, потому что вещи потоковые такие серьезные обсуждаются. И вопрос был следующий. Можно ли использовать инструменты для того, чтобы увеличить свой поток изобилия? Да? Вот. Что ты думаешь на эту тему? Ну, я думаю, что вокруг этой темы уже очень-очень много всего крутится. И я хочу сказать, что у нас почему-то люди привыкли из одних крайностей скакать в другие крайности. То есть из еды в не еду, из денег в абсолютное безденежье. И когда мы один из секторов нашей жизни ограничиваем либо опустошаем, мы априори не можем быть счастливыми, потому что мы живем в этом материальном мире, в котором для нас созданы все возможности, возможности, чтобы жить должным образом. Да? какие-то там дома, какие-то автомобили. Ну, не важно, что даже те же самые гаджеты, через которые мы с вами общаемся, они с каждым разом улучшаются и улучшаются для нашего с вами удобства. и если мы начинаем это отрицать и говоря, что там, например, ну вот я такой автоном, мне это не нужно. Ну, тогда, ребят, нужно, если вы хотите рубить все на корню, то нужно тогда говорить, вот я такой автоном, мне не нужна почка, чтобы жидкость там перемал, потому что я не пью. Давайте уберем почку, давайте уберем желудок, давайте уберем аппендикс. Ну вот мы настолько впадаем всегда из крайности в крайность, что мы даже не понимаем, что мы можем быть счастливыми. Отчего мы можем быть счастливыми? А счастье наше заключается в том, чтобы мы во всех сферах нашей жизни получали максимальное удовольствие, но не через надрывы, не через ограничения, а через то, что мы можем получить в удовольствие. Потому что для удовольствия каждого человека, у каждого человека есть свои границы. И абсолютно разному человеку нужно что-то вот, кому-то нужно просто смотреть, сидеть на лужайке в удовольствие и смотреть на своих детей. Это для него удовольствие. И чтобы ему вот это вот удовольствие сделать, ему нужно выйти на такой уровень жизни, чтобы он мог себе позволить сидеть на лужайке и смотреть на своих детей. Не в ограничении, чтобы он думал, что в нашем социуме, то он сидит на лужайке, смотрит на своего ребёнка и думает, не придёт ли за ним ПДН, что его дети не ходят в школу, потому что он такой классный, что ему не нужны деньги, что он получает счастье от того, что он просто смотрит на детей на лужайке. Нет, мы в любом случае должны понимать то, что мы, в каком мы обществе живём, в каком мы мире живём, и вот именно вот эта вот потоковость, она должна быть во всём. То есть не то, что я вот такой вот потоковый, я словил дзен, и мне больше ничего в жизни не надо. Если ты один, то, возможно, это так, я не пробовала, я не одна, у меня семья, и я в ответе как минимум за своих детей. Поэтому я не могу сказать, что я сейчас вообще всё брошу, от всего отрекусь и пойду в горы, возьму только свой любимый велосипед, пойду в горы и буду там отлично существовать, и мне больше ничего не нужно. Нет, у меня есть дети, которым нужно, у меня есть социум, который следит в том числе и за моими детьми. Он следит и за мной, как за матерью. И от этого мы никуда не денемся. Поэтому я думаю, что вот, наверное, как у нас любят говорить, ой, автоном, вот он должен обязательно делиться своим опытом без оплаты. Автоном, он должен быть на полной автономии и жить без денег. Но я, наверное, тогда сделаю разограничение. Есть автономы, которые, наверное, так, семейные, у которых есть дети, а есть одиночки. И это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные. Потому что мы прекрасно знаем многих девочек, которые не по одному году автономят, и у них есть семьи. И вот скажи ей хоть одной, что отдаются денег, это автономка, и что она тебе скажет? Это же бред. Конечно, да. Вообще, если честно, вот так, давайте рассуждать логически. Любая крайность, это является край, это не золотая середина. Автономия принято считать, что это здоровый образ жизни, именно здоровый. То есть обычный человек, он является по сути не совсем здоровым, если организм уходит из строя, стареет, да, и болеет. Если предположить, да, что автономия, она позволяет удерживаться дольше в здоровом образе жизни, то есть тормозятся физические обменные процессы, как я заметила, тормозится дыхание, в первую очередь, это один из фактов, да, то, соответственно, автономия – это та гармония, к которой стремится человек. Автономия без потребительства, быть достаточной во всех сферах. Ну, тогда здесь, получается, не должно быть крайностей нигде, не должно быть крайностей, да, в чрезмерном желании денег, не должно быть крайностей в чрезмерном отказе от денег, а должно быть самодостаточное, уверенное, внутреннее понимание, чего я хочу, чего мне нужно. и честная забота о себе, честная забота о близких, равнозначных долях, и тогда приходит вот это состояние потоковости изобильности. Именно когда ты не задумываешься, что мне, допустим, нужно что-то там купить и приобрести это, а вдруг до тебя Вселенная приготовила намного больше, ты сам себя ограничиваешь, ну, ты же не знаешь об этом, мы не можем об этом знать. Именно об этом я сейчас здесь и говорю, что нужно понимать, что когда мы уходим в крайности, мы продолжаем изучать свои границы. Вот. Мы продолжаем изучать свои границы, пусть в финансовом эквиваленте, пусть в своей изобильности, да, пусть в своем принятии потоки, так скажем, ну, слово поток, да, это совсем уже заезженное, изобильность принятия, наверное, в первую очередь в заботе о себе, насколько я позволяю о себе заботиться Вселенной, да, и здесь идет распределение, я позволяю заботиться это либо в денежном эквиваленте, либо кому-то из людей себе позволяю заботиться, да, то есть я позволяю заботиться даже окружающим мясоедом о себе, да, то есть пусть с их точки зрения, что-то не так, но они стараются. То есть вот эти моменты, они очень тонкие, скользкие, но они приводят к внутренней гармонии. Потому что давайте разберём, что такое есть человек, да, Света, мы изначально, не помню, об этом говорили или нет, но с точки физиологии человек — это клетки, да? В каждой клетке есть атом. Да, мы состоим из атомов. Да, а каждый атом, он состоит из электронов. В электроне есть протоны и ионы. Они положительно-отрицательно заряжены. Это такие как бы частицы, которые соединяются, да, и из-за своей направленности начинают крутиться в разные стороны. А кто изучал квантовую физику, смотрел, то атом — это не кругляшок. Атом — это кольцо, создано из ионов и протонов, да? Но вот эти ионы и протоны, если их рассматривать, они сами по себе ещё созданы из частиц, которые спиралевидные, тоже из точечек, из частичек спиралевидные. И все они запущены, угадайте, чем? Они не просто так крутятся, да? То есть вот из этих элементов состоят уже атомы, потом электроны, да, вернее, ядра, потом электроны, потом сами атомы, потом клетки. И получаются вот эти атомы — элементы, из которых состоят уже основное вещество человека. Я всё веду к тому, что всё это движется не хаотично. Всё это движется благодаря эфиру. Эфир направляет. Эфир — это есть та божественная энергия, которая наполняет нас каждого. Вот он стул, вот он диван, вот Света, вот я, вот вы все вместе. Мы пронизаны одинаково. И в каждом проявляется Творец по-разному. Здесь у него завихрение такое, здесь у него завихрение такое, потому что он через каждого, через каждый живой-неживой проживает свой урок, свою историю. Но о чём это я сейчас хочу сказать? О том, что всё есть едино, понимаете? И когда я что-то отрубаю от себя, я как будто бы отрубаю кусок, часть себя. То есть я не принимаю целостность этого мира, гармонию этого мира. Ну, нет гармонии, нет изобилия. Это всё очень просто. Здесь можно даже говорить, да, про финансы. Возвращаясь к ним. И вот эти все финансовые инструменты — это проработка своего ума. То есть наш ум, когда мы работаем от ума, не от осознанности, не от осознанности, от ума. Мы работаем в горизонтали. Ум, он имеет, да, положительный, отрицательный ответ. По горизонтали есть, посередине ноль. Не знаю, да. Вот. А сознание, оно копает глубину. Вот. И когда мы живём от ума, то мы, конечно же, пользуемся инструментами. Мы начинаем прорабатывать себя... Я даже не знаю, какие денежные есть инструменты. Ну, наверное, те же самые аффирмации. Наверное, денежные масла есть эфирные, да. Как бы, почему, наверное, я знаю, как аромапрактик, да, глубокий. Потому что аромамасла, допустим, это живой инструмент, вот. И вот этот живой инструмент, он вибрирует на определённой чистоте. И он даёт определённое изменение. То есть живой инструмент, который вы вносите в своё пространство, он на вас влияет. Потому что, получается, он создаёт вибрации, колебания, которые влияют на наши ионы-протоны, находящиеся в электронах, в атомах и в клетках. Вот. Но если это какие-то там другие непонятные, совершенно выдуманные человеком какие-то правила, законы, поступите так, сделайте это, это неправильно, да. Есть такие элементарные природные приметы. Они там могут быть тоже вести вас к деньгам или к чему-то ещё. По фэншу повернуть кровать там. Допустим, сделать, нарисовать янтры, которые изначально под определённым углом рисуются. Это сакральная геометрия, и она простраивает ход энергии. И повесить её в определённую сторону, допустим, планеты, да. То есть, опять же, энергию направится, и мы состоим из энергии. Но это, получается, инструмент, который даётся на определённом уровне сознания. Это вот как мы общались со Светланой с астрологией, да, Свет? Получается, астрология даётся вначале, когда ты родился. Вот я как хироман могу вам сказать, правая рука – это мы с ней родились. Заметьте, правая и левая отличаются, да. И правая рука – это расположение планет при рождении. Вы можете посмотреть, и всё у вас совпадёт. Но мы творим свою судьбу, и мы меняемся. И ваша, вернее, ну как бы левая рука, да. Левая, наоборот, то, что… Правшие левые, то, что пришло в жизнь с нами при рождении. А правая, она как раз будет говорить о том, что мы сделали. То есть я правша, и я меняю, и я меняется линия на правой руке. Так вот, по левой руке совпадёт с вашей Натальей, карта астрологической, а на другой руке то, что вы успели сделать в жизни. И есть интересные вещи такие, как просматривание линий, да, что изменилось, в какую сторону, лучше или хорошую. Там видны события какие-то. И эти события влияют на развитие нас. Все знают, что пальчики и холмики, они тоже относятся к планетам. Вот, так вот, Натальная карта, она рассказывает нам о том, что пришло в нашу жизнь. А то, что мы сделали, это то, что мы уже прожили, были события. И опять же, всё в наших руках, везде есть выбор. Идти строго по своей Натальной карте, прислушиваться. У каждого есть свой выбор. Каждый делает, как ему удобнее. Но чтобы для начала куда-то пойти, люди просыпаются, да, свет, и они вначале изучают себя. Изучают себя через психологию, через астрологию, нумерологию. Да, понятно, это очень удобно, это очень комфортно. Но когда уже это всё узнал со всех сторон, как кубик-рубик покрутил, то ты понимаешь, как им дальше пользуются, для чего он тебе нужен. Ты начинаешь шагать по этой жизни более осознанно. И уже более поступательно выбираешь свои практики. И они начинают расти в вашем окружении, для вас. Каждый инструмент, каждая практика, она отличается. Но давайте напомним со света, к чему человек стремится, свет. Вот в первую очередь, к чему человек стремится. Ну, человек вообще стремится, он изначально, мы созданы, чтобы вообще быть счастливыми. Да. Быть счастливыми и познавать себя, познавать себя и быть счастливым в этой всей планете. Потому что планета — это на самом деле я есть, и есть эта планета. И у нас очень многие сейчас, знаете, наслушались книжек, насмотрелись просветлённых, наголодались там какой-то промежуток времени. И они говорят, вот не надо жить от ума. Но, ребят, у нас есть ум. Это, конечно, одно из тех вещей, которые незаметны. Но когда мозг отсутствует, это сразу же видно в человеке. И ум — это наш тоже один из инструментов. То есть еда, либо не еда, это наш инструмент, чтобы более корректно выйти в какое-либо состояние. Вода, либо не вода, то есть жидкость, это тоже инструмент, чтобы более корректно выйти в какое-либо состояние. либо сон, либо депривация сна. Это тоже наш инструмент, чтобы тоже выйти корректно в какое-либо состояние. И мозг в том числе, наш ум, это тоже инструмент, которым нужно пользоваться достаточно корректно. И именно про это мы очень много говорим с ребятами в марафонах, что не надо, вот что так, отбросьте ум, не говорите с ума, не живите с ума. Нет, всё, что в нас есть, это не просто так. Этим нужно просто пользоваться корректно. То же самое, что и денежный поток. У нас он у всех есть. И его открыть на самом деле очень просто, когда ты начнёшь понимать, что ты есть. И на сегодняшний день, кто бы что ни говорил, как мы живём, на сегодняшний день у нас есть очень экологичные способы, заработка, денег, именно своей финансовой структуры простроения. И это очень важно, где ты не будешь никого обманывать, где ты не будешь никого ущемлять, где ты чётко делаешь только то, что нужно для твоего комфортного познания себя, для твоего комфортного познания твоей семьи, чтобы твоя семья не нуждалась в чём-то, не смотрела и не заглядывала кому-то в рот, а именно тоже могла наслаждаться своим жизненным путём. И чтобы ты, не думая о том, что там, ой, тебе нужно учиться, что ты опять принёс двойку, или там с утра до ночи пилить мужа. Вот смотри-ка, люди там пельмени с мясом едят, а мы трехворки хлеба с водой еле-еле доедаем. Чтобы вот этой пелёжки не было, у нас есть очень и очень экологичные способы заработка, чтобы мы могли не только самостоятельно, но и чтобы наша семья могла очень грамотно и очень корректно наслаждаться тем образом жизни, который нам, в принципе, дала эта планета. Потому что вот я сейчас очень много смотрю, я очень-очень от многих вообще отписалась, и в Инстаграме у меня сейчас, я только смотрю, либо у меня там совсем близкие мне люди, и то не все, потому что с некоторыми мы просто переписываемся, там фотографии скидываем, переписки какие-то ведём. Настолько люди вошли в ограничения, вот либо у них одно ограничение, либо другое ограничение, и самое, что страшное, что когда человек входит в какое-либо ограничение, и другой человек, нарисовав его себе таким, который он позволил, чтобы другой человек себе нарисовал его, он потом боится признаться в чём-то ещё. И когда он боится в чём-то признаться, всё моментально рушится. То есть если кто-то говорит, вот я такой автоном, вот я не ем столько-то, я не пью столько-то, я не сплю столько-то, я не сру столько-то. И вот он создал себе вот этот шаблон, и потом он боится людям сказать, что вот я попил. Но на самом деле ты вот в эту автономию-то вошёл, чтобы что? Что вот для чего? Вот они нахватались вот этих вот верхушек, что я и всё, не живи с ума, не живи это. И люди на самом деле думают, что вот это пик, вот это вот просветление, это пик. Но на самом деле, вот это, знаете, это то же самое, что вот когда ты в бассейне плывёшь, и вот ты плывёшь, плывёшь, ты хорошо плаваешь, ты уже оттренировал всё, что можно было в этом бассейне, но дальше этого бассейна ты не выплывешь, пока ты не наполнишься новыми знаниями. А чтобы наполниться новыми знаниями и идти дальше, потому что «я есть всё» и не живи от ума, это маленькая-маленькая ступенька, а дальше за ней практически никто не рассказывает, потому что на самом деле, что за этим всем стоит, откуда всё это берётся, потому что никто не может сказать, а как появилась планета, а как произошёл человек, а что будет с нами после смерти. Спросите это хоть у одного просветлённого, который себя называет просветлённым. Вам никто не ответит, потому что вот они дошли вот к этой ступенечке, да это же вот эту вот шапочку одели просветлённого и остановились. И это понятно, потому что многие люди просто стремятся к этому состоянию, оно классное. Его нужно прожить, его нужно принять, его нужно прочувствовать и идти дальше наполняться. Потому что на самом деле после этой ступеньки вы не представляете, что. Но это в открытом эфире, конечно же, не скажется. Это даже не скажется после марафона, то есть ты уже понимаешь, что каким ребятам ты можешь сказать, что можно вот там-то есть... Да. Те-то учения, которые ты можешь идти дальше, например, там, со мной, да, идти дальше учиться. Я учусь дальше. Вот. Я не перестаю учиться. И я, когда я впервые дошла до того, чтобы понять, что, ой, я есть всё, я не есть тело, для меня это было вообще таким открытием. Но когда я это прожила, пережила, и я поняла, что я из этого бассейна могу вообще никогда не выпнуть и всегда остаться на том уровне, в положении дзен, мне стало страшно. Потому что я понимала, что что-то дальше есть. Не может быть, то есть я же не могу... Я вышла из ограничения, из какого-то, не для того же, чтобы попасть в следующее ограничение. И когда я начала ковыряться, я поняла, что, боже мой, за этим, за всем бассейном-то ещё целый океан. И про это, конечно же, никто не скажет, потому что неподготовленному человеку про это сказать, ну, не сказать. Потому что он тебя просто не поймёт и просто скажет, как бы мало того, что не все понимают вот ту степень осознанности, когда ты не есть это мясо. А тут, если ты ещё говоришь, что есть дальше вот это, вот это, откуда всё взялось и что будет дальше с тобой, и что будет там, и так далее и тому подобное, то это вообще, в принципе, такая информация, которая, ну, я говорю, это просто взрыв мозга. И ты действительно вот правильно сказала, что мы есть, мы состоим все из-за... Всё состоит из-за... Всё одинаково, да. И причём нас, вот ты правильно начала... Да, ты правильно начала, что мы стремимся все к счастью, и каждый понимает счастье на своём уровне, и мы изучаем себя, и мы начинаем с нуля, да, а чем всё заканчивается, неизвестно. То есть нас, я всегда повторяю, нас объединяет что с Творцом? Незнание. Ни любовь отведеняет с Творцом, нет, ни горе там, ни чистые, высокие, низкие вибрации, нет. Нас объединяет незнание. Он через своё вот это вот пространство, энергию, проявляясь в нас, он познаёт себя. Мы через свои клетки познаём себя, когда мы узнаём о том, что мы есть не только физическое тело, а несколько других тел мы снова познаём себя, но уже в семи телах. Когда мы дальше начинаем познавать себя, мы познаём себя, своё окружение, свои события, свою планету, свою Вселенную. И поверьте, доступ к информации есть всегда, если есть у вас выбор. Главное, правильно выбор сделать и прожить в этом состоянии чистого сердца. И ответы придут всегда. И вот порой мы со светом иногда общались несколько раз на такие темы про планету, что нас ожидает, из чего она, куда она, эта планета, на каком уровне приблизительно это всё находится в развитии. И на самом деле просветлённых очень много. Каждое тело, как и физическое, имеет ум. Ум – это инструмент. Так же, как и каждый орган, он имеет ум, он имеет память. Каждая клетка имеет память. Понимаете, да, иерархия? Это как матрёшка. Всё имеет память, всё имеет ум, управление. И мы проживаем, мы развиваемся, и мы просто идём дальше и двигаемся, изучаем себя бесконечно. Вот в этом всё дело. Если мы начинаем искать границы, то мы останавливаемся, мы просто изучаем ту зону, в которой мы проплываем. И мы можем потеряться здесь, да, можно, в принципе, оставаться, уплыть обратно, остаться на этом месте, изучать его, если нравится. Это как вот, для меня это зона игры, определённые дети, вот я сравниваю как зону игры. То есть я играл, допустим, на одном уровне, я прошёл этот уровень, я пошёл дальше. Кто-то сразу проходит игру, а кто-то возвращается, проигрывает её снова-снова. Это мой любимый уровень, да. Здесь справа сундучок, я знаю, был скорой помощи, но я его не взял. Я пойду его возьму в этот раз, я с ним поиграюсь. То есть вот, это примерно так происходит. Ещё раз повторюсь, про финансовые потоки, у каждого человека есть свои инструменты, потому что у него разный уровень сознания, но никто не отменял инструмент именно осознанности и инструмент именно работы со своим пространством, со своей неограниченностью, со своей бесконечностью. Именно все понимания и понимание сути процесса приводит к раскрытию и убиранию этих границ, этих установок, которые заставляют искать снова и снова эти человечеством созданные инструменты и путаться в голове. По сути, получается, что когда что-то внутри откликается, то без разницы, какой ты возьмёшь инструмент. Можно с любой взять лопату, можно взять граблю, и всё равно прополоть те же самые сорняки. Когда ребёнок в то же время будет стараться, ему подойдёт только один инструмент, а мы, как взрослые, мы можем сделать это разным инструментом и быстро, и совершенно. Так же происходит и именно в принятии себя, в понимании, кто есть я. Все инструменты по поводу финансов, они отваливаются, когда ты познаёшь истину, природу, бытия, изобилие. Оно прямым потоком приходит, и люди рассказывают, делятся. И где есть страхи, там не получается. Где нет страхов, где нет кривых установок, то всё получается. В этом вся разница. Вы знаете, я вам скажу, что у тибетских монахов, которые просветлённые, они едят мясо по праздникам. И именно те, которые хотят поднять силу духа, то есть воинственную ещё часть, то есть животные инстинкты, они поднимают себе через мясо. Для них мясо — это лекарство. И вся другая еда, она тоже приносит определённые изменения в наше пространство. Мы все есть не только атомы, а те самые электроны, наполненные протонами и ионами, окутанные энергией эфира. И когда мы с кем-то, с чем-то соединяемся, мы несомненно меняемся. Даже вы, посетив этот эфир, можно ничего практически не понять, но вы уже поменяйте в своих вибрациях. Потому что Светлана не ест 14 марта. Я часто на жидкостях, и с сухими частыми днями. И в моём пространстве люди, которые занимаются йогой, они также перестают есть определённые вещи. После консультации уходят на жидкости. И здесь реально работает именно смешивание информации, которое присутствует у уверенной части существующей Личности, существующего такого человека, скажем. Хоть человека, да. Я бы ещё, знаете, что заметила? Это уже общепризнанный факт, который доказан учёными. Вот так как у нас сегодня тема финансов, у нас очень многие люди, почему вот в таком бедствующем положении? На самом деле не потому, что у них что-то не то, у них что-то не так, и они чем-то отличаются от других. Просто у нас так устроен наш ум, наш мозг. Вот я ребятам, это у нас прям целая лекция большая. Но сейчас я попробую в двух словах сказать. У нас вообще наш ум устроен так, что у нас только 7% готовый мозг принять новую информацию. 93% всегда ищут в этой информации зацепки, почему это делать не стоит, выискивая именно страхи, почему этого не делать. И представляете, какая разница? 7% либо 93%. Это если мы вернёмся вот к какому-нибудь земному примеру, чтобы было понятно. То есть когда только пошли, например, биткоины, когда они стоили там, по-моему, что-то около 0,03 что ли доллара, вот что-то такая сумма незначительная. И очень малое количество людей в эти биткоины поверили и купили их. И через непродолжительное время, очень непродолжительное время, если рассматривать тот аспект, на который он поднялся, они за непродолжительное время стали миллионерами, долларовыми миллионерами. И это всего 7% их мозга преобладало на 93%. И у нас в жизни всё так происходит. То есть смотрите, вот такой вот большой пример. Когда у нас вообще мозг запоминает чаще всего самое плохое. Он так устроен. Защищается. У него основная функция защиты. Да, основная функция защиты. Это нормальная практика биологии. Да. И, например, вот вы сидите там на террасе, у вас, ваше лицо там обдаёт ветерок, вы пьёте ароматный чай, и вам так приятно, но эту ситуацию, если будет какое-то, через какое-то время, вы, скорее всего, её не вспомните, если вам что-то там не зацепит. Вы про неё забудете. Но если в это же время вы на себя прольёте горячий чай, и, не дай бог, ещё у вас останется шрам, вот эту ситуацию с болью вы запомните, скорее всего, вообще на всю жизнь. И у нас так работает в нашей жизни абсолютно всё. И таким образом... Да, получается. Да, и чтобы нам перестроить наши нейронные связи, наши нейронные сети не на страхе, не на зацепке на что-то плохое, именно об этом мы с вами и говорим очень часто. То есть мы очень много даём информацию в обычных прямых эфирах, которые открыты. Очень много даём информацию, естественно, в своих марафонах, потому что не всю информацию могут люди воспринять так, как мы её хотели бы передать. И поэтому как бы отвечать за чьи-то действия, которые приняты неправильно, излагая наши слова, конечно же, это не хочется. И именно поэтому нужно человеку думать, мозг никуда не денется. Всё равно мы думать будем, на этом этапе будем. Жить нужно из сердца, но думать мы всё равно будем. У нас же этот инструмент есть, и он, слава Богу, работающий. И чтобы правильно думать, нужно нам с вами искать те пути, те возможности, те инструменты, которые именно для вас будут наиболее благополучными, наиболее благоприятными, чтобы не копаться в болоте старых воспоминаний или старых проблем, вот эти вот перемалывать, а что было в детстве, а что было ещё что-то, чтобы это постоянно. Вы можете завязнуть в этом болоте навсегда. Эти проблемы, они будут вылезать всегда, потому что мы уже с вами вот сейчас сколько разговаривали, этот эфир уже половина эфира в прошлом. И вот это прошлое, оно никогда не остановится, оно всегда будет. И либо вы простраиваете новую колею из своих нейронных сетей, ту, которая нужна вам, либо вы постоянно в прошлом и пытаетесь что-то изменить. Прошлое не изменить. Будущее не настроить максимально, а прожить это состояние здесь и сейчас, вот это вот талант. И этим нужно пользоваться. Смотрю, время просто подходит к концу. Я, знаете, обычный, простой пример приведу. Ребят, вот вы ездите за рулем, большинство из вас, да, вы обычно привозите, если что-то поломалось, вы привозите, да, и просите, чтобы вам починили. Ну, допустим, вы приехали к черному магу, да, допустим, так же ваша жизнь что-то починить, да. Черный маг – это тот человек, который берет, за вас делает, но он употребляет что-то чужое, да, допустим, что-то чужое живое, там, слюни лягушки, не знаю, там, что-нибудь еще, какую-нибудь там фигню, прилепил, замазал, отдал и сказал, все будет работать. Четыре месяца проработала, а глушак у вас снова отвалился. Вы приезжаете в другое, понимаете, место чинить, а вас там белый маг встречает. И белый маг, астролог, нумеролог, кто угодно, он бы не был, он своими инструментами, он рассказывает, слушай, друг, у тебя здесь глушак отвалился, царапина была, да, наверное, я смотрю, здесь было на соплях все приделан, давайте я тебе сделаю качественно, классно. Я, он начинает все приделывать, все замечательно, там посидел, порисовал, там, короче, помедитировал, все замечательно, все хорошо, добавил кучу всего, но самого главного не сделал, поэтому уже через восемь месяцев у вас снова все отвалилось. Если в первый раз вам пришлось еще, да, переплатить за первый раз, за второй раз вы ничего не переплачиваете, но вы снова приезжайте на починку. А вот мы со Светланой вместе рассказываем и говорим. Когда вы приезжаете в третье место чиниться, мы говорим следующее. Уважаемый друг, а ты правила читал? Ты умеешь вообще парковаться? Почему ты паркуешься и не смотришь, куда ты сдаешь жопой, чтобы твой глушак стоял на месте? Понимаешь, вот в чем вся суть. То есть здесь суть не об инструментах, нет, здесь суть именно о том, как проживать здесь и сейчас. Как проживать именно, чтобы все сферы просто локдауном легли картами, тузами во все стороны и только для вас, и не только для вас, а для Вселенной, и чтобы пазл сошелся, чтобы было просто счастье. Понимаете? Ловить счастье и кайф здесь и сейчас. Не думать о том, что будет завтра, что ли было в прошлом, не ковыряться. Это можно много делать, пока работает ваш ум. И есть здесь очень много разных практик. Но самое главное это найти себя. И одно из основных, да, остановить дыхание, найти себя. Это не просто поговорить об осознанности. А вот у меня еще присутствует медитация. То есть медитация не та, чтобы одели розовые очки, посидели, послушали там, помедитировали. Нет. А проговаривается живая медитация, где опять же проговаривается найди себя, уйди в центр себя, проработай это, вот это вот, да, пусть отвалится, убери мысли там за дверь. Это не значит жить без мозгов. Это значит понять свое состояние, кто я. Я не просто атом с мозгами, а я бесконечность. И в то же время я есть все и есть ничто. Потому что я частица, живущая, в то же время меня не существует, потому что нет прошлого и будущего. Это и есть состояние здесь и сейчас. И вот именно умение управлять правильно машиной приведет к тому, что не будет отваливаться глушак больше и царапаться там бок или что-то еще. И вы перестанете ходить по этим мастерским, сервисам, чтобы чинить свою жизнь, чинить себя и все прочее. Вот. Вот так вот. Такая меня мысль посетила. Да. Крестюшка смеется. У нас совсем заканчивается время уже, да? Несколько? Да. Может быть, здесь у кого-то какие-то вопросы может быть есть. Ребят. Я вот что хочу сказать, что у нас намечается марафон вместе со Светиком. Вот. Будет очень интересно, потому что во-первых, да, разные опыты жизненные, то, как мы пришли к той точке, на которой мы здесь находимся, разные пройденные инструменты и, соответственно, люди, которые будут поглощать это, притягиваются разные люди и будет образовываться интересная новая компания, потому что, как правило, приходят на мастера, приходят люди на энергию, да, на тот вкус. То есть, мороженое покупает шоколадный, тот, кто любит шоколад, да, соответственно, сорбет купит тот, кто любит сорбет. Вот. Сегодня вечером была в магазине, да, детям покупала, соответственно, все просочила, все видно. Не скрываю. Так же и здесь. А когда у нас вот такая разносторонняя интересная группа формируется, то можно проработать очень много вопросов с разных сторон, посмотреть, потому что естественным образом невозможно находиться в одном поле, смотреть ракурсом в одну сторону. Нужно уметь смотреть, учитывать север, запад, юг, восток. Вот это все вместе, да, понимать и смотреть себя и наблюдать себя и быть изнутри и везде сразу. И именно разные точки зрения, потому что мир весь есть зеркало. Мы отражаемся в каждом по чуть-чуть в человеке и чем больше людей, тем больше своих сторон мы можем увидеть. Вот. Тем интересен вот такие вот разносторонние эфиры, да, как у нас и Светланы складываются, такие разносторонние марафоны и все прочее. Так что пишите в личку, мы вас ждем, присоединяйтесь. Какие еще вопросы есть? Я знаю, что очень интересно, наверное, будет пообщаться про детей. Следующий марафон, может быть, сделаем про детей, Свет? Ой, удовольствие. Тоже такая. Очень много, особенно на марафонах, очень много задают вопросы, и на марафоны идут женщины, которые прорабатывают через себя вот эти ситуации. Действительно, это очень хорошая проработка, и действительно, давайте сделаем такой небольшой эфир. Конечно, за час мы всего не расскажем, но если мы чем-то сможем помочь вам, чтобы, если что-то откликнется, то я, конечно, с удовольствием могу двумя руками, потому что дети это вообще наше все. Я сегодня была у подруги, у нее малышок, им 8 месяцев через 4 дня. Я им продела курс массажа, и они там встали, пошли, заговорили и так далее. Ну, определенное время прошло, появился тонус там ручек, шейки, вот, но я о том, что я приехала, мы общаемся, но я заметила, что дети, они настолько чистые, они настолько чистые, что я просто, мне кажется, ну, я, блин, просто перестала дышать, ребят, настолько чистая энергия, там, понятно, сухие они были, они продолжились, вот, а состояние именно дыхания, оно еще глубже стало, то есть, его, не то, что глубже, я просто не заметила, как оно исчезло, а потом я поняла, что я вообще практически не дышу, оно такое размазанное, я стала искать его, но перестала умом это делать, чтобы не вылететь с него, именно детки, они настолько чистые, и чем меньше детки, тем, если мы прислушаемся к ним, тем легче прийти к автономии, правда, и это ему море примеров, согласись, свет, оп, черный ящик, вот, у меня зарядка садится, ну все, значит, это сигнал, да, хорошо, ладненько, лады, давайте тогда, следующий вторник, эфир, тема, дети и автономия, давайте, начнем мы с самым главным, с чем трепетчищем, потому что, вот, мамы чаще всего, женщина забывает о том, что она может быть и женщиной, и любовницей, и сестрой, и дочка, она в первую очередь мама, это вот чаще всего, боль такая накипевшая, да, так устроено наше, опять же, пространство, социум, что женщина, в первую очередь мать, вот, поэтому этот вопрос, думаю, многим понравится разобрать, будет, пожалуйста, заранее подготовьте свои вопросы, чтобы они были, да, будет здорово, да, в процессе накидайте, мы прям выделим время, пройдемся по ним, это очень важно, потому что, кто не сообразил задать вопрос, он увидит в вашем вопросе сразу для себя свой вопрос и ответ, это мега как важно, друг другу помогать, ну, ладненько, все, заканчиваем, всем спасибо, всем спасибо, всего доброго, пишите, пока-пока, пока, социум, все, пока, пока, пока,